Прежде чем оказаться на прилавке магазина, хлеб проходит долгий путь. В Вознесенском хлебозаводе его сопровождают заботливые руки сотрудников. На этом предприятии чтут опыт предыдущих поколений. На многих этапах производства используют ручной труд. Поэтому времени, терпения и труда здесь затрачивается особенно много. Но это оправдано. Батоны и булочки здесь согреты теплом рук хлебопеков. Наверное, оттого они получаются такими вкусными. Разные производители хлебобулочных изделий давно уже ушли от производства то, чем мы занимаемся сегодня. Люди приобретают всякие ротационные печи, делители, округлители. Мы это делаем все вручную. Мы не уходим от этих каменних печей, которые называются ФТЛами. И хлеб, наша продукция, она чувствует тепло рук мастеров. Тесто оно передает в себе всю эту добрую, хорошую энергию. Вознесенский хлебозавод существует уже более ста лет. На его продукции выросло не одно поколение жителей поселения и соседних территорий. Здесь на высоком уровне организованы все этапы производства. В лаборатории внимательно следят за качеством муки. Для изготовления теста используется только лучшее. В данный момент у нас поступила мука. Это главное наше сырье, которым мы работаем. И мы производим обязательно анализ его. Далее тесто замешивают, дают подойти, чтобы хлеб получился воздушным. Раскладывают в формы и сажают в печь. На заводе гордятся тем, что для изготовления хлеба используется рецепт бездрожжевого теста. Это старинный способ выпечки хлеба. Мы традиции свои не оставляем. Это, конечно, очень тяжело. Собираем сотрудники хмель натуральный, который растет. Мы его завариваем, варим заварки, на которых мы потом кормим дрожжи и выпекаем вот этот хлеб. Это натуральный хлеб, считается, который не без прессованных дрожжей выпекается абсолютно. Такой хлеб, он очень полезен и для желудка, и для кишечника. Вообще стараются, кто понимающий, стараются брать наш хлеб. Печенье, торты, рулеты, пончики – большим спросом у покупателей пользуются кондитерские изделия Вознесенского хлебозавода. Готовится продукция также вручную. У нас булочки экологически чистые. Как видите, у нас ручной труд. Мы сохранили рецептуру, которая из покон веков существует. То есть мы не меняем ничего. Стараемся на пончику с детства нашего. Каждый день на заводе выпекается около пяти тонн продукции. А это одного только хлеба – почти девять тысяч буханок. Хлеб у нас берут разный. У нас очень много наименований хлеба. И второй сорт, и первый сорт хлеб, и вознесенский вот такой вот круглый, большой. Но больше всего, конечно, мы продаем хлеб первого сорта, обыкновенный, формовой. Жительница Вознесенской Лариса Суровцова признается, что за хлебом и булочками ходит только в хлебозаводской магазин. Мы всегда здесь берем хлеб. Мы довольны качеством, ассортиментом. Всегда здесь хороший хлеб, всегда свежий, горячий. Очень вкусные хлебобулочные изделия. В общем, мы довольны хлебом, довольны обслуживанием. Горячий, румяный, хрустящий, ароматный хлеб Вознесенского хлебозавода – главный продукт не только на столе у жителей Лобинского, но и соседних районов. География продажи хлеба у завода очень широка. Некоторая продукция уезжает за 100, а то и за 200 километров. Жители самых отдаленных территорий имеют возможность есть свежий, вкусный Вознесенский хлеб. Мы работаем по всему Лобинскому району и по всему Мостовскому району. Мы заезжаем в самые отдаленные деревни, хутора, чего бы нам это ни стоило. То есть не оставляем своих покупателей без хлеба никогда.